Итак, уважаемые читатели сайта Smartphone.ua Смотрим качество сборки планшета Asus EEPAD SL101 Как видим, для этого планшета был реализован достаточно необычный форм-фактор Форм-фактор так называемого слайдера В итоге планшет получился достаточно увесистым Практически 1 кг На первый взгляд такой вес может казаться пугающим Однако в действительности на практике лично мне он обременительным не показался Транспортируется планшет в упаковке, о которой мы говорили в предыдущем видеоролике Сборка корпуса, материалы корпуса подобраны достаточно хорошие А потому даже легкий технический стресс-тест Такой, как, к примеру, выскальзывание, скажем так, устройства на мягкую панель Транспортировка устройства даже не в специальном чехле С другими техническими, скажем так, гаджетами Никакого ущерба для Asus EEPAD SL101 не вызвало Корпус устройства изготовлен из нескольких материалов Днище, как видим, текстурированный пластик с элегантно проходящей зеркальной вставкой На боковых некоторых панелях текстурированный пластик также имеется За исключением разве что передний Внутри легко заметить, что речь идет о твердом достаточно пластике Здесь никакой текстурированности уже нету Тыльная панель в развернутом виде Это достаточно прочный матовый пластик Здесь также можно видеть большую вставку Которая играет роль некоего шарнира при открытии-закрытии SL101 А передняя панель изготовлена из пластика с глянцевым покрытием, проходящим через весь периметр Сборку корпуса можно расценивать как очень хорошую Материалы между собой подогнаны очень и очень неплохо Как видим, зазоры и швы очень и очень маленькие А потому в эксплуатации никак не сказывается на качестве и удобстве И конечно же не ведут сборку корпуса планшета к какому-либо расшатыванию Для того, чтобы пользователь мог придать Asus EE Pad TS101 Slide Форм-фактор слайдера Достаточно лишь подковырнуть пальцем за соответствующий зазор При этом, конечно же, придется удерживать EE Pad и за переднюю панель В итоге устройство приобретает вот такой вот вид А чтобы слайдер не мог открыться полностью, как видим здесь устроены своеобразные крючки За которые и цепляется панель с дисплеем В раскрытом положении пользователю доступна вот такая вот клавиатура Чем плоха клавиатура? На мой взгляд, только тем, что пальцы в работе ложатся на клавиши, тогда как задняя часть ладошки нигде здесь не поместится Сам же форм-фактор клавиатуры, хотя и кажется несколько урезанным Тем не менее, работать с кнопками после непродолжительного привыкания достаточно удобно и легко Лично у меня ничего подобного по части ошибок не происходило уже через несколько дней пользования данным аппаратом Помимо этого, стоит также добавить, что часть из кнопок получилась в определенном смысле свободно программируемой А потому пользователю доступен широкий спектр так называемого, извините, вызова горячих приложений Asus eePad достаточно оснащен на боковых панелях А также может похвастаться основной 5-мегапиксельной камерой А также веб-камерой, реализованной на базе матрицы 1.3 мегапикселя Помимо веб-камеры, немножко левее находится датчик освещенности на местности Точнее говоря, датчик приближения, извините Ну и само собой, большущий 10,1 дюйма дисплей О нем можно детально прочесть в нашем обзоре на smartphone.ua Что еще хотелось бы отметить На тыльной панели имеются По периметру проходят различные вставки Которые на практике позволяют планшету не скользить По панели, на которой она располагается Будто стол, кофейный стол Либо же другая скользкая панель На верхнем боковом торце Реализован разъем для подключения зарядного устройства Asus Стоит также отметить, что этот разъем Имеет специфический форм-фактор А потому в работе с зарядным устройством Пользователю придется быть немножко осторожным По той простой причине, что В случае выхода зарядного устройства Либо же кабеля из строя Достаточно сложно будет подыскать альтернативу На сегодня на рынке такой альтернативы пока что найти очень сложно Здесь же находится порт HDMI А также уже упомянутый зазор для того, чтобы пользователь мог снять крышку аккумуляторного блока Приятно, что на одной из панелей А точнее на одной из боковых торцов Имеется USB-порт Правая паковая панель помимо USB-порта Приютила также 3,5 мм разъем Необходимый для подключения Стандартных проводных наушников На противоположной панели, как видим Имеется слот для карт MicroSD Помимо этого реализована кнопка Отвечающая за мягкую перезагрузку устройства А также имеется клавиша-качелька Регулирование громкости звука И кнопка включения-выключения питания устройства Помимо этих механических элементов Здесь также реализован небольшой разъемчик Прячущий за собой встроенный микрофон И на передней боковой грани встроен динамик О качестве функционирования этих элементов А также автономной работе и характеристиках и возможностях дисплея Все это можно будет прочесть Если вы посетите страницу с обзором SL101 На сайте smartphone.ua На этом пока все В следующем обзоре мы поговорим о смартфоне LG Optimus 3D Насколько на сегодня целесообразным является смартфон С поддержкой стереокопического изображения Насколько удобен и практичен Optimus 3D А также насколько пользователь может надеяться По части снижения стоимости Обо всем этом в следующем обзоре уже на этой неделе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!